Два яйца, чуть-чуть соли и 100 грамм сахара. Взбиваю. Яйца взбила с сахаром. Молоко 120 грамм закипело. Выключаю нагрев и добавляю сливочное масло 40 грамм. Оставляю, чтобы масло растаяло в молоке. Мука всего 170 грамм. Всю сразу не добавляю, половину. Добавляю остальную муку. Ванилин. Разрыхлитель 10 грамм. Масло растаяло в молоке. Добавляю понемножку. И перемешиваю. Долго перемешивать не нужно. Как только видите, что сухой муки не осталось, тесто готово. Такое по консистенции получается тесто. Жидкое, текучее. Можно выпекать в духовке, но я буду выпекать на сковородке. Сковородку поставила на средний нагрев. Ничем не смазываю. И один половник выливаю. И выпекаю как блинчики. 1-2 минуты. И корж готов. Вот он красавчик. Все остальные коржи выпекаю таким же образом. Крем самый простой и самый вкусный. Сливочное масло и сгущенное молоко. Сливочное масло 100 грамм. Сгущенное молоко 200 грамм. Начинаю взбивать масло. Масло комнатой температуры. И добавляю сгущенку. Бисквитные молочные блинчики готовы. У меня получилось их 5 штук. А диаметром 17 см. Они быстро остывают. Такие мягкие, нежные получаются. Блинчики бисквитные. Торт собираю на такой красивой зеленой тарелочке. Крем такой текучий. Тортик отправляется в холодильник на несколько часов стабилизироваться. А крем у меня еще немножко остался. Два часа в холодильнике и тортик готов. Тортик готов. Рыжим. Хотим. Ум. Будем выделять тарелку. смотрите какой смачный кусочек получился я попробовала торт очень вкусный нежный крем замечательно пропитал коржи коржи воздушные хоть я их не пекала в духовке очень очень нежные супер простое приготовление а получается такая вкуснятина готовьте вместе со мной этот простой тортик наслаждайтесь процессом приготовления и конечно же вкусом тортика